Почистить город хотелось бы. Старичков жалко же. Ходить не могут, но хотят. В рамках праздничных обязательно концертов побольше нужно. И таких вот, на таких улицах, вот как старая Чумбаровка наша, да? Наверное, привлекать военнослужащих, которые отслужили или продолжают служить, чтобы они передавали свой опыт, рассказывали о своей службе подрастающему поколению, детям, подросткам, школьникам, студентам. Встречи в школах, например, встречи в театрах, в различных учреждениях культурных. Это, наверное, нужно, по инициативу, наверное, вот этой Министерству по делам молодежи, наверное, нужно привлечь их, и пусть они занимаются организацией праздника этого. Ну, естественно, вместе с Министерством обороны, совместно. Вероятно, прежде всего нужно оказать материальную поддержку вот оставшимся в живых, да? Участникам войны торжественно вручить букеты, пусть даже и не гвоздик. Гвоздики можно положить к монументу, а живым людям. Роскошные букеты, очень много рассказать. Да, взять у них интервью публично там, чтобы они рассказали о своем маленьком подвиге или очень большом. Ну, хотелось бы, наверное, и выступлений ветеранов, и какая-то демонстрация, наверное, и концерты с участием и молодежи, и ветеранов. В празднование нашего Дня Победы входит в том числе акция «Бессмертный полк», где мы представляем фотографии и своих родственников или знакомых, которые погибли. Также это создание каких-то новых мемориалов, может быть, новые захоронения. И главная цель этого всего празднования – донести новому поколению детям, чтобы они знали, как на самом деле развивалась история, кто победил и помнили, чтили память своих родных и близких. Я думаю, что в первую очередь нужно поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны. И чтобы молодежь обязательно принимала в этом важном для всей страны мероприятии участие, чтобы молодые не забывали историю нашей Родины. Мы помнили ее всегда, потому что это праздник всего нашего народа. Мероприятия все должны быть очень существенные. И главное – убеждать людей, что историю нельзя забывать. И тут не от количества мероприятий будет зависеть. Эффект всего празднования 70-летия Победы. Нужно, чтобы до каждого дошло, до сердца, до души, что подвиг нашего старшего поколения – это подвиг для нынешнего поколения и для будущего поколения. Продолжение следует...